Крым это украинская территория. И Запорожская область это украинская территория. Отписали в 1954 году, если не отшибаюсь, Никита Хрущев. Серьезный? Ну, насколько я знаю, это серьезно. А коренное население кто в Крыму? Крымские татары. Да. И что дальше? Там что было когда-то? Может, еще дальше зайдем? Я... Андрей, ну может, подискутируем, да? Да, я говорю. Ну, я тебе просто говорю, да. Причем здесь 1954 год? Ну, Крым стал украинским с 1954 года. Начнем с того, что это была раньше Киевская Русь, то есть само слово Русь. А то, что это был, как у вас говорят, Ордянский, это был Советский Союз. Как бы, ну, насколько я знаю, до 1939 года и Львов был Польша. Как бы, только с 1939 года, насколько я знаю, он стал украинским. А как бы... И что? Я не знаю, чьи это территория. Как бы, по идее... То есть Украина, как в такой стране, не было, да? Справите, лично мое мнение, когда Украина захотела отсоединиться в 1991 году, ей дозволили это сделать. Почему же, когда... Ну, я не знаю, опять же, мне говорят, то есть ваши... То есть люди, то, что в Крыму там забежали зеленые человечки, как говорят. Как говорят? Ну, я опять же... Серёж, так Владимир Владимирович же, он сказал, что да, было руссками. Меня там не было, я этого не видел. Я знаю то, что я как бы общался с человеком, который был в Крыму до 2014 года. И у меня есть знакомый, который в принципе... То есть он из Крыма, он родился там, он вырос. Я разговаривал с ним. Он говорил действительно то, что очень большая часть населения была, скажем так, пророссийская. Так же самое, как и многая часть населения была украинская. То есть это, знаете, 50 на 50. То есть, ну, мне, насколько известно, я с ним разговаривал. Они действительно, что он, что его семья действительно хотели жить в России. Я не знаю, как другие. Я говорю за человека, которого я очень хорошо знаю. Но то, что твой друг, это не большинство. Я понимаю это. Просто, как любят говорить, ну, у вас забежали зеленые человечки. Но опять же, если, допустим, представим, что Крым захотелся... Я видел, я вот мне это веришь, я был в Крыму. Да, там были русские военные. Да, я видел, как они в Керчь приезжали. Я лично это видел. Без нашелоги и так далее. Без ничего. Я это видел. Да, там были зеленые человечки. Были. Я это лично видел. Они с автоматами и пулеметами вышли на улицу. Они там были, Андрей? Без шеврона, без ничего. Как злодеи. Не как русские солдаты. А как непонятно кто. Ну, если они в российской форме, то не значит, что это русские солдаты. Форму у нас можно купить в любом шагу. А там был пиксель. Пиксель можно купить в любом бейтоне. Так кто это был, если они русские? Я не знаю, кто это был. Лицо истинного русского солдата. Ничего не знает. Украины как страны не было. Крым подарили. А почему Украины как страны не было? Так можно сказать спасибо русским? Причем тут спасибо, скажем, русским. Смотрите, мы с вами дискустируем. Я вам говорю свою точку зрения. Нет, так я это понимаю. Русские солдаты довольно-таки много знают. Просто не хотят об этом говорить, скажем так. О чем? Ну, там много. Ну, мы братские народы или нет? Мы братские народы. Я считаю, что мы братские народы. Нет. Потому что братья не убивают братьев. А Крым зачем в России? Ну, вы же капитан. У вас офицерское звание. Вы что-то там должны мыслить в голове. Вы же не рядовой. Это старшее офицерское звание, правильно? Конечно. Нет. Ну, да. Старшее. Зачем России и Крым? Президенту виднее, зачем он нужен, опять же. Вы горды то, что президент у вас Путин? Да. А чем? Может сказать, для меня он, как бы, плохого ничего не сделал. А вот эти все остальные, как бы, все вот это, как бы, может, и произошло все плохо. Это понял, что если у вас обменяют, вы возвратитесь воевать? Нет. Ну, как, главнокомандующий прав, вы горды то, что вы русский солдат, Путин ваш президент, вы рады за него. Какой у вас вариант есть в России? Возьметы вариантов. Вы же, ну, вы, грубо говоря, как пушечное мясо, которое прославляет своего царя. Я не хочу об этом говорить. Вам неприятно это слышать? Я бы... Мне, как бы, не то, что неприятно это слышать, я, по-моему, не хочу об этом говорить. И, как бы... Крым должен возвратиться в Украину. Это оккупированная часть. Ну, оккупированная, неоккупированная. Тут уже пусть политики разбираются. Ну, для вас это оккупированная часть или нет? Для офицера? Я не готов ответить на этот вопрос. Оккупированная, неоккупированная. Нам показывали, что там был референдум. Как на самом деле? Тяжело уже... Вы поверьте человеку, который там был и видел все своими глазами? Ну, если бы я знал, что этот человек мне не говорит правду... Ну, вот я там был... Вы мне поверите? Вы же журналист. И что? Ну, я стараюсь быть объективным. Мы же нормально разговариваем. Ну, то есть я стараюсь с вами дискутировать. Журналисты – это тоже часть политики, и они делают тоже свою работу. Вы же это прекрасно понимаете. Ну, то есть вы немного... Я вам так честно скажу, да? Украинские журналисты – это немного другие журналисты, чем Россия. Я знаю, что... Это чуть-чуть по-другому здесь. Я знаю, что журналисты любой страны – это часть политики. Есть, которые одну сторону поддерживают, есть другую. Но, во всяком случае, разобраться, кто действительно нейтральный журналист и кто говорит все, как есть, скажем так, – это очень тяжело. Ну, я был просто в Крыму тогда, когда это все было. Там референдум, так званый референдум, он проходил под дулами автоматов русских. Русских без шеврона, без ничего. Я видел переброску этих войск, как происходило. Вот в Кельщи я смотрел. Буряты там и так далее приезжали. Но я этого не видел. Нам показывают. Мне вы не верите, потому что вы меня считаете заангажированным, да? Нет, потому что вы задаете провокационные вопросы. А в чем провокационные? Я знаю, Анатолий, но каждый человек имеет свое мнение. Вот я скажу, каждый человек имеет свое мнение. Если, грубо говоря, и имеет право сказать, комментировать, не комментировать. Ну, например, я могу… Вы меня провоцируете на то, что я плохо разбираюсь в политике. А я вам говорю, что у меня, в принципе, и не было оснований, допустим, не доверять своему правительству. То есть, если до этого журналисты всегда спрашивали, почему вы не смотрели, допустим, там, тот канал или тот, ну, там… Ну, вот вам показали новости, вы поверили. А почему я должен, допустим, не верить? Ну, то есть, мы ехали, мы не знали, какой-то… Я же обыкновенно сказал. Ну, демилитаризация, мы говорим о ядере. Я говорю, да, Украина была ядерная страна. Где разработки у нас ядерного оружия? Да, я как журналистик, как гражданин этой страны, да, мы это пустим, например, да. Я считаю, что в свое время Украина сделала большую ошибку, что отказалась от ядера. Потому что, может быть, это бы не дошло. Это немного бы бешеного русского медведя бы остановило. Вы хотите сказать, что каждый гражданин, допустим… Да, в Украине так есть, он может говорить, что хочет. К примеру, возьмем-то, опять же, Америке. Знает про американские разработки ядерного оружия. Их не каждый солдат-офицер знает, их свои ядерные, там, где производят. Анатолий, официально Америка, официально Америка – это ядерная страна. Ну, вы ответили на вопрос. То есть, каждый офицер там знает про свои разработки, где они находятся. И вы мне говорите, что я не знаю. Нет, смотрите. Я не это имею в виду. Вот я вас спрашиваю, вы говорите мне о какой-то биологическом оружии, да, грубо говоря. Об этом в Украине говорил Медведчук, знаете, кто такой? Слышал. Лидер какой-то партии. Да, у ПЗЖ его дочь – это покрестница Путина. То есть, это, грубо говоря, амбассадор здесь в Украине, да. Об этом больше никто, грубо говоря, не говорил. Вы мне говорите тоже о каком-то биологическом оружии. Это только этот человек говорил. Но весь мир знает Солсбери и новичок. Какая еще страна в мире просто приходит и забирает, кроме русских? Я не знаю, какая еще страна в мире забирает, кроме русских. Но на тот момент, когда Крым стал российским, был проведен референдум. В кавычках. Ну почему в кавычках? Там не было произведено ни одного выстрела. Не пострадал, насколько я помню, ни один украинский военнослужащий. А знаете почему? Почему? А я был в Крыму. Просто там очень много русских было военнослужащих, которые приехали в другую страну, которая была Украина. Без шеврона, без ничего. Почему русские, как злодеи, переехали без шеврона? В чем проблема была? Так называемые зеленые человечки, которые вышли в историю. Но это случилось потом. А чем поначалу? Это было до референдума, я там был. Да, согласен, до референдума. И зеленые человечки выходили с автоматами и пулеметами на улицы Крымские? Выходили, согласен. Для чего? Но до того, как они появились, народ Крыма, проживающий там, выразил желание... Как он выразил желание? Тем, что они собрались на улицах, вышли изъявлять свою волю. Что мы хотим вернуться в Россию. А это весь народ Крыма говорил? Ну, по крайней мере, то, что я видел... По телевизору. По телевизору, прямые вещания. И какой у вас любимый журналист? У меня нет любимых журналистов. Я как бывший оперативник, ну и вообще как человек хорошо читающий, я всегда стараюсь собирать информацию из разных источников. На телевизор вы верили? В том числе, потому что я общался с людьми, которые проживали в Крыму, активно использовал интернет, смотрел соцсети. Хотите главное, да? Вот когда вы говорите о референдуме, да? Вот на референдуме должна быть какая-то квота, чтобы он был действителен? Конечно. Я вам историю рассказываю. Я работал с иностранными журналистами. Аксеново, знаете, кто такой? Конечно. Я с журналистами иностранными подхожу к Аксенову. Вот это лично было. И они задают вопрос. Господин Аксенов, а какая квота на референдуме? А он говорит, у нас квоты нет. Вот я это лично слышал. Иностранные журналисты смотрят и говорят, в смысле нет квоты? Ну, то есть, понимаете, как этот референдум проводился? Ну, начнем с того, что... Понимаете? Это ваши слова. Было ли это? Послушайте, вы мне можете верить, можете мне не верить. Аксенов стоял передо мной, как вы... Вот сейчас мы сидим. Я это слышал своими ушами. Ну, вы можете мне верить, не верить. А он сказал, нам не нужна квота. Я понял. Но по факту-то получилось, что за референдум проголосовало, дай бог памяти вспомнить... Плюс 90. Да, 90. Что-то такое. Ну, вы же понимаете, для Аксенова, для которого не нужна никакая квота, ну, то есть, все, если это вы говорите, это должно все быть легально, правильно, и так далее, когда проходят выборы, должна быть какая-то квота прихода, правильно? Ну, должна. Вы же понимаете, для человека, для которого нет никакой квоты на референдуме, это значит, что там можно было писать цифру хоть 120. Ну, это же абсурд. Да. По факту, там проголосовало 90+. И для меня этого вполне достаточно, чтобы было понимание, что народ Крыма изъявил желание присоединиться к России. Для меня... Хорошо. То есть, для вас это не аргументы и так далее. Почему? Ну, то, что я говорю. Ну, по факту... Вы понимаете, голосование проходило под пулеметами и автоматами. Вы знаете, что там говорили, для чего эти русские вот тогда войска? Защитить. От чего? На тот момент, насколько я помню, было масса попыток диверсионных групп, их проникновение на территорию Крыма. Я вам скажу про одну попытку, про которую говорила вся... Этого ее не было, да? Вот это просто как комедиклаб можно было смотреть по телевизору. То, что вещала русская пропаганда. Знаете, что все говорили? Что должен приехать поезд с бандернцами в Крым. Да. И никак не доезжал. Ну, а знаете, почему он никак не доезжал? Знаете, как мы ехали в поезде были? Это, мне кажется, где-то на... Это уже на Донбассе. Вот, заходят, вот это как бы там ополчение, или самого Ворона было. Мне там едут тоже люди старшего возраста, и заходят, там два ПК такие заходят, и говорят, правосеки есть? Знаете, кто такие правосеки, да, правосерка? И бабушка, кажется, не послушала. Что-что, мальчики, дровосеки? Какие дровосеки? Вот так это все происходило, вот пропаганда и так далее. Вы были на месте, некоторые вещи вы знаете лучше, чем... Да, да, да. Я вам просто объясняю, как очевидец. Я не оспариваю. А знаете, есть еще такое выражение? Оно... Я сейчас не отношу его прямо к вам. Не верю, как очевидец. Я что имею в виду? Что порой, когда что-то происходит перед очевидцем... Хорошо, другое. Если вы мне, ну, типа, не верите, что я там... Я не могу иметь фото Захарченко? Конечно, любой человек может иметь фото Захарченко. Откуда? Все, из соцсетей, из интернета... Не, ну, если он там не был. Откуда фото у меня Захарченко? Вы мне не верите, что я там был. Я не знаю, откуда у вас может быть... А у меня, потому что я там был. Меня просто сняли на баке. Он когда еще был живой и только появился. То есть я там реально был. Так я не сомневаюсь, что вы там были. Вы журналист. Я так понимаю, вы активный журналист. Поэтому вам находиться в Крыму самое место. Хорошо. Что вы хотели сказать? Вреды не краснели или как? Как очевидец вы сказали. Это выражение, ну, оно чисто оперское. То есть когда человек, например, является очевидцем чего-то, событие, которое перед ним происходит, оно либо укладывается в его кальку, представление о том, как это должно, либо не укладывается. И вот если оно не укладывается в его кальку, он его трактует, будучи очевидцем, по-другому. Ну, просто потому что, скажем так, его фильтры не пропускают. Хорошо. Вы опер, да? Ну, то есть вы... Бывший. Да, вы бывший опер, да? Ну, это как бы такая специфическая должность. Ну, то есть люди должны разбираться в людях, да? Вот вы меня чувствуете, да? Вот мы сидим, когда мы говорим, правильно? Ну, как бывший опер, да? Ну, я хороший журналист. Ну, скорее всего, да. Вы уж извините, я осторожно говорю, потому что я вас вижу раз в третий, может быть, четвертый, и на вашем интервью побывало несколько человек. И, ну, опять же, от вас и от моих товарищей по несчастью, я слышал, что, как бы, ваши видео имеют определенную популярность на Ютубе. Поэтому я по вот этим косвенным причинам могу судить, что много... Ну, вы же слушаете, что я говорю, да? Какие вопросы ставлю, да? Ну, вы же опер, вы должны разбираться, как бы, в людях. Вот ваше мнение, да? Потому что там многие иногда есть комменты, что я там... Вот что они могут сказать, они там в плену и так далее. Ну, то есть, вопросы. Ну, меня по голове, по крайней мере, никто не бил, не до. Надеюсь, что и после никто по голове бить не будет. Не будет, да. Не переживайте. Хорошо. Вот Крым. Вот что не так с Крымом? Зачем Крым России? Здесь есть крымчане, и они говорят, что они сами ходили в Россию. Зачем Крым России? Ну, видимо, военно-стратегически важный объект. Какой статус Крым имел в Украине? Автономии, насколько я понял. Ну, все нормально было? Да. Правда? Ну, то есть, хотели автономию, у них автономия, то есть, им никто не запрещал. Ну, то есть, люди сами могли провести, грубо говоря, если теоретически все было правда, и они сами хотели, грубо говоря, что-то изменить в статусе. Это же можно было сделать цивилизованным без русских военных? Ну, в теории, да. По-настоящему, как бы, это то же самое, что если сейчас в России, там, не дай бог, какой-то регион надумает что-то там отделиться, там, ну, никто не даст этого сделать. А кто его знает, как сейчас будет? Ну, у нас здесь маленький такой информационный колпак, мы мало что знаем из новостей. Знаем, что выбили нас из Харьковской области. Знаем, что референдум проводится в Херсоне. Псевдо-референдум. Ну, псевдо. Ну, для них это все равно референдум. Для нас. Рассказать прикол, короче. Я уже до этого, я просто общался с русскими, как бы, наши зрители это уже слышали, ну, тоже умный человек, да, вот. Я был в Крыму в 2014 году, да, мы же на глубокие вещи говорим, да. Там были иностранные журналисты, Аксёна вот так был, так, как я, да. И журналисты, ну, они же серьезные, референдум будут проводиться и так далее. Они же европейцы еще этого всего движения не понимали, что русский, все, короче, если так взять. Они подходят к Аксёну, на полном серьезе его спрашивают, какой кворум? Смешно, да? Ну, понимаете, что такое кворум, да? Да. Это, ну, большинство и меньшинство, сколько людей вообще должно... Сколько придет, да? То есть квота и так далее. Знаете, что ответил Аксёну на полном серьезе? Он говорит, да это не имеет значения. Ну, вот... Ну, то есть понимаете, как проходил референдум в Крыму? То есть для них пришло бы 100 человек, они бы нарисовали 90 плюс. Проголосовало. Ну, то есть вы понимаете. Ну, это по-российски. Это по-российски все, да? Да. То есть, ну, вы понимаете, какой референдум пришел бы в Крыму? Ну, как бы... Ну, тем не менее, они ведь не выходили там на протесты, и сейчас вполне довольны, Крым отстроили. То есть... Да. Ну, хорошо. Ну, конечно, некрасиво, но с точки зрения для местных жителей им лучше стало. Ну, я... Нет, никто не знает. Ну, это украинские СМИ туда не пускают, грубо говоря. Западные тоже не приезжают. Это же серая зона. Ну, хорошо. Ну, вот Херсонская область, да? Вы это все видели. Херсонская область, люди, Запорожская, они тоже выходили на протесты, когда зашли русские. И все... Против русских. Да, да, да. Есть кадры много с флагами. Херсон... Это Украина. Ну, русским пофиг. Не, в этом смысле сейчас, да. Я уверен, что сейчас просто главная задача... Ну, вот... Наши хотят взять Одессу и отрезать Украину от моря. И все. То есть... Как дальше будут события развиваться? Потому что после того, что вот, ну, произошло, я так знаю, что погибших очень-очень много. И тут... Ну, вот мы там сидим, смеемся и так далее. Смешного мало. Ну, смешного это реально мало, но смешно с этого всего долбайбизма, который там вещает в России, да? Но вам хоть лично стыдно? Или это просто так вы говорите, ну, потому что в плену? Не то чтобы стыдно, я не знаю, что это такое странное чувство. То есть я чувствую некую вину за то, что пошел против человечности. Ну, вот просто против человечности. Потому что это... Ну, неправильно это, да? То есть забирать у кого-то дом, лишать людей дома. То есть вот эти вот разбитые дома, все это... Ну, так как я там патриот России, я делал то, что мне как бы приказывали. Так вам не приказывали, вы сами пришли? Или? Ну, я сам подписал контракт и сам стал военнослужащим. Вас никто не тянул? Я согласен, что меня никто не тянул. Ну, лично для меня, конечно, ну, не было такой вот идеологической задачи, там, лишить кого-то дома, кого-то там взять инвалидом и... Но это все русские сделали. И это все сделали мы русские, да, в большинстве. Крым это что? Историю я как бы знаю. Раньше он был в составе там... Крым это часть какой страны? Была Украина. Сейчас по картам, якобы, ну, то, что они там референдум провели в 2014 году, сейчас это Россия, но я считаю то, что это не наша земля. Это украинская? Да. Крым это... Крым. Ну, в данный момент Россия был Украиной. Ну, вот, давай разберем, ну, ты говоришь, две пропаганды есть, да? Ну. Вот есть, то есть, давай, ты скажешь, что есть пропаганда русская, есть пропаганда украинская, так? Ну. Крым, вот, грубо говоря, да, вот в 90-е годы распался Советский Союз, ты еще не родился, да? Да. Есть международное право в мире, правда? Да. Ну, то есть, чтобы не было хаоса, все садятся за стол и говорят, та часть там, та часть там, та часть там, да, грубо говоря. Все правильно, все подписали, ударили по руках, независимая страна, Украина независимая страна, Российская Федерация Российская, независимая страна, так? Крым отошел к Украине, так? 30 лет он нафиг никому не нужен, или там 25, и тут хоп, Россия начинает территориальные претензии на это. Да, потому что вот... Понимаешь? Ну, понимаю. И качается вот там в России все время, Крым наш, Крым наш, возвращаемся домой и так далее. Вот. С этого все началось. Опять же, вот кто-то, вот здесь я от кого-то слышал, от кого-то точно я не помню, просто так в толпе разговор, то, что Крым когда-то был подарен Украине. То есть это вот я здесь слышал, как оно есть на самом деле, я не знаю... Я тебе скажу, это не скрывается, это 54-й год. 54-й год, как бы Хрущев, это этот факт имеется в виду, дал Крым Украине. Может, откутим еще куда-то дальше? Ну, не знаю. Оренбург, исторический, чьи это земли были? Оренбург? Да, без понятия. А чьи это были? Я тоже не знаю. Ну, ты понимаешь, ну, вот Крым был подарен в 54-м году. Вот этот штамм русской пропаганды, он здесь есть, да? Я просто, ну, тебе сделаю пример, например, Сибирь, это русская или не русская? Сибирь? Да. Хорошо. А ее же завоевали во времена исторические какие? Кто завоевывал? Начал завоевывать при ссоединении от России? Я историю. Ермак, там, во времена Ивана Грозного и так далее. Ну, то есть, ты понимаешь, сейчас вот он когда-то был подряд, так, скажу, пацаны-то и Сибирь не ваш? Ну, так, да. Понимаешь? Ну, понимаю. Ну, это же дичь. Возможно. До каких времен мы дойдем? До свидания. Логику понимаешь, что я спрашиваю? Да, я понимаю. Соглашаюсь и с ним можно не соглашаться. Я, как бы, соглашаюсь с вашей логикой, потому что, как бы, вопрос тогда был решен, мирным, никто не забирался в Крым вооруженным способом. То есть, его подарили. Вот. А в 2014 году забрали вооруженным способом, потому что русские зашли. Да. Переброска была. Зеленые человечки, Путин потом признал это суперспецоперацией с автоматом. Да. А зачем Украина? Вот, вот, для Никиты. Ну, нужна Украина Никите или нет? Ну, Что, без этого, мне плохо, мне кажется, живали без нас. Правда? Да. А проблемы начались с русским? Ну, со спецоперацией, так скажем. С войной начались проблемы, считаю.